Сегодня ситуация сложилась нехорошая. Популярно только отреставрировано в этом году. Понятная стихия берет свои руки в природу. И будет приниматься решение по укреплению берега именно в этом районе. Мы сегодня уже здесь со строителями, с организацией, которая будет осмечивать данные виды работы. Работы много. Конечно, я доложу, что ситуация были в Крым, потому что здесь работают серьезные. Работы хочется сделать так, чтобы больше сюда не возвращаться по этому поводу. Какой вариант мы выберем, пока сложно сказать. Пока здесь строитель. Мы еще отрубим с проектировщиком. Вариантов несколько, но мы уже понимаем, что это не будет. Учитывая то, что у нас режим ЧАЭС пока по герою не отменял, после штопа, так называемого. И наконец-то будем смотрим из местного бюджета, из лидерного фонда, средства. Ну и будем просить услугу нам помочь. Я думаю, нам не откажем это делать святое, поэтому память о небесном полдателе должно сохраняться. Не будем затягивать до работы. Завтра выйду в Симферополь, буду общаться с тобой в республике. И наметим точки для начала работы. А расскажи, пожалуйста, о каких-то уже хотя бы предварительных вариантах. Можно сказать? Варианты, эти надо укреплять берега. И укреплять он настолько, повторюсь, что правда меняется. Будем отменяется. Надо делать так, чтобы повторно сюда ее разрешать. А мы можем говорить, насколько штурм, так называемый, лекарь, изменил береговую линию, сколько она стала меньше? Ну, если вы видите, насколько она стала меньше, не только после штурма века, а вообще за последние 5-10 лет. Ситуация очень серьезная. У нас, вы знаете, да, Нижний Герой, который размыло, подмывало, у нас нефейскую дорогу, практически здесь не слон, на который тоже будут выделены средства дезернового фонда, но это уже федеральный дезерновый фонд. Ну, а здесь раньше был пляж. Ну, если вы посмотрите, сегодня, я думаю, что еще год-два, и вот беда более серьезная. Ну, раз в голове, но можно сохранить. Спасибо. Все, коллег.